Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие друзья, наша сегодняшняя встреча посвящена, в первую очередь, конечно же, презентации книги Аркене. Это продающий инстаграм, инструкция по применению на 21 день. Поэтому, дорогие друзья, как обычно, приветствуются ваши вопросы о книге. Но, конечно же, для начала хотим узнать Аркене, как вообще, даже жизнь такой, как появилась идея, написание подобного труда. Добрый день, спасибо всем большое, всем присутствующим, во-первых, за ваше время, за ваше желание быть здесь, сейчас, со мной, друг с другом. И для меня важна ваша... Мне важно, что вы здесь, потому что всегда нужна поддержка, всегда приятно. Особенно подписчики из онлайна превращаются в оффлайн. Я уже видела ваши сторисы, я вот тут даже репостнула. А отвечая на ваш вопрос, Дмитрий, книгу надо было написать, потому что надо было собрать все свои знания, в итоге, на бумажном носителе, потому что я безумно тактильный человек, и мне самой, в первую очередь, надо было почувствовать это на бумаге. И книга стала бестселлером сразу же, и мне, в общем-то, кажется, секрет еще и в том, что там написано слово «инструкция по применению на 20-х день». Как вы думаете, зал? Да. Есть такое? Инструкции традиционно пользуются большим спросом. Здесь, конечно, интригует еще, почему же именно 21 день, почему не месяц, почему не 10 дней, не неделя, почему именно... Такой период был. Очень хороший вопрос. По факту, вообще, вся книга, она на практике мною, да, уже реализована. Мои выпускники тоже ее применяют, точнее, все методы, которые там были расписаны, они применяли, применяют, будут применять, я более чем уверена. И, как говорят сами же выпускники, за 21 день действительно можно это все реализовать. И поэтому, ну, и плюс, да, еще сформировать привычку, да, можно за 21 день. И вот мудрая, наверное, вся женщина решила все это соединить и вот выпустить книгу. То есть правильно я понимаю, что вот этот 21 день, это, по сути, тот минимальный период, который четко следует тем инструкциям, которые представлены в книге, можно получить результат, заметить реальные существенные изменения, вот, допустим, в своем инстаграме. Да, абсолютно верно, и этот результат, я более чем уверена, видят и подписаны на эти результаты, все те, кто присутствуют здесь в зале. Поднимите руку, кто знает Лилю Нилову, выпускница инсташколы, кто знает Милу Колоклову, вот, Ирина Нормана, Анна Всехсвятская, О, хорошо, которую Аня Назарова делает, овощные букеты питерская, да, тоже, вот. То есть это про результаты, это не просто про процесс на 21 день, это про процесс, который дает результат. И, на мой взгляд, в продажах это самое главное, чтобы наши действия приводили к какому-то результату. Спасибо большое, Анастасия, а для тех, кто, может быть, не совсем посвящен непосредственно вашу блогерскую деятельность, расскажите, пожалуйста, как вообще вы пришли к Ниле Инстаграма и нашли себя на этой площадке? Почему именно Инстаграма, а не какая-то другая социальная сеть? Ну, как пример. Да, я очень подробно рассказывала, конечно, об этом у меня в Инстаграме, тоже, вообще, я бывший трудовой инспектор, так? Здесь есть, кто меня первый раз видит? Есть, а как мило. Я бывший трудовой инспектор города Москвы и Санкт-Петербурга, у меня высшее юридическое образование, второе образование у меня экономическое, сейчас я обучаюсь на психолога, на самом-то глубинной психологии, третьего уже высшее образование, получается, будет. И я всегда была таким очень структурным и системным человеком, которому нужен был результат. То есть, если я вижу, к чему я иду, то я обязательно пойду. И когда-то, а точнее, если быть более точным, в 2012 году, 15 марта, я поняла, что я больше не хочу работать с инспектором труда, я не хочу проводить проверки, я не хочу штрафовать людей, я устала от этой вот этой вот бюрократии, и я хочу что-то свое, но что я не знаю, потому что я абсолютно не верила ни в себя, ни в свои возможности, и вообще я не понимала, что можно вообще сделать бывший трудовой инспектор. Но у женщины есть такая штука, называется интуиция. И по этой интуиции я пошла и купила на последние, я клянусь, это были последние 10 тысяч рублей, которые лежали у меня в шкафчике. Я пошла, попросив в долг еще тысяч рублей, и купила айфон 3. Я купила айфон 3, прибежала домой, села на диван, смотрю на него и поняла, что я сделала. Это были последние деньги, и я вот так вот в баунушных потратила на айфон. Я купила айфон, раскрыла его, и скачала приложение Инстаграм. Тогда это был 2012 год, если вы помните, был прям топ, когда Инстаграм только-только начал вообще просыпаться, и начали люди публиковать что-то в Инстаграме, но никто еще долго ничего там не продавал. В общем, я скачала приложение Инстаграм очень интуитивно, и выложила самую шедевральную фотографию, которую можно было выложить, фотографию своих ног. Поднимите руку, кто так же сделал когда-то. Есть в зале, я не одна. Я выложила фото своих ног, и, наверное, как это ни странно, оттуда, и все началось, оттуда все пошло. А позже я стала продвигать чьи-то бизнес-аккаунты в Инстаграме. Первым моим клиентом, скажем так, был Андрей Кощеев, и дома вкуснее. Я думаю, что в Петербурге многие знают про этот сервис. Вот с этого и началось мое вот такое виртуальный мир в Инстаграм. А потом я переехала на Кипр, тоже, в общем, такая, некий этап в моей жизни, и стала на Кипре продавать квартиры. И когда до меня дошло, что я могу продавать и еду, и квартиры через приложение Инстаграм, мои же подписчики мне сказали, что Артене, сделай, пожалуйста, из этого курс, потому что у тебя получается продавать и то, и то. В общем, таким вот образом приложение Инстаграм абсолютно интуитивно. Это вот все на самом деле про то, что нужно слышать себя. Не слышать шум окружающих и мнения окружающих. Слушайте себя, потому что вся правда, она внутри нас. Согласны? Вот так вот. Спасибо большое, Артене. Очень такая мотивирующая, действительно, история. И, насколько я знаю, кроме вот этой деятельности, посвященной обучению Инстаграма, непосредственно работе Инстаграма, у вас, по-моему, также есть курс тренингов для женщин. Да. Он же вот мотивационный. Как вы делитесь своим опытом с вашими подписчиками? У меня есть очень, очень мой, как я его называю, очень родной для меня курс. Он называется баланс. И баланс – это не про результат. Это про состояние. Это, наоборот, про некий процесс, в котором желательно преобладать постоянно, особенно женщинам. И основываясь, опять-таки, на моем личном опыте, как я почувствовала в себе вот это вот желание, уверенность, да, начать что-то делать в Инстаграме, как я переехала на Кипр, какая у меня была жизнь после разбора, потому что впоследствии я развелась со своим мужем, однако мы до сих пор нормально общаемся, он живет на Кипре, и дети его видят, все хорошо. Как я нашла в себе силы заново поверить мужчинам, строить отношения с мужчиной. И вот это вот все, и как я, в принципе, поняла, что такое предназначение для меня, это все про мой курс «Баланс», он для девушек, вот у нас скоро будет тоже старт. Очень многие, очень, практически все довольны этим курсом, потому что это про внутреннее состояние женщины, это про любовь к себе, не про закрывание своих потребностей за счет шопинга, за счет клапок, по ходу к пэшечке, а про внутреннюю заботу о себе, про доброту к себе, к окружающим, и про свет, который есть внутри каждой женщины. Замечательно. Актина, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, непосредственно, как писательский опыт, насколько я понимаю, это первая книга, или до этого уже какие-то попытки, стремления были? И насколько тогда тяжело и легко давать непосредственно работу над книгой, потому что одно дело быть большим профессионалом в какой-то области, но другое дело об этом еще хорошо, интересно, увлекательно и понятно написать. Если, ну, «Пасфакт» — это первая книга, да, у меня не было до этого книг, но я бы сказала, что опыт написания был, потому что я классно пишу в Инстаграме. Все-таки это короткие тексты, которые трудно... Окей, тогда скажу по-другому. У меня очень долгое время был живой журнал в интернете, «LandJournal» тогда, по-моему, назывался, там я тоже страчила просто, с той, да, и там такой очень классный был. Хотя тут и тоже очень многие подписчики перешли ко мне в Инстаграм. А так, да, это моя первая книга, это не... Ну, это не самая... То есть это не последняя книга у меня еще. Да, у меня будет еще одна книга, она уже будет про мою жизнь и про мой путь. Скромно. Приоткрывайте завесу тайны тогда, когда ожидать, хотя бы ориентировочно. Уже в каком... На какой стадии находится работа на цене? Ну, она еще пока пишется, потому что мне нужно некоторые вещи подкорректировать. Вот. А на скорой, я думаю, будет, что в сентябре. Уже будем. Сентябрь, ноябрь максимально. Кстати, первые строки, я, знаете, как тоже очень интересная история. Мне поступило предложение с ней, отозаперства АСД, о том, что нужно написать книгу. Скоро, напишите, пожалуйста, книгу. Я говорю, а что писать-то? Уже так много книг про Инстаграм. Писать очередную книгу про Инстаграм мне неинтересно. А потом сижу и думаю, а зачем мне написать книгу? И вот придумала формат инструкции на 20 дней, потому что действительно такого формата книги нет. И написала главному редактору, да, Жене Евгении, что вот, окей, я уже начинаю писать книгу. Она говорит, ну, мы ждем. А потом я еще дня три, наверное, пыталась найти место, где мне начать писать, свое состояние, в каком состоянии я хочу начать писать. Потому что я более человечество очень важно, что изучаешь, что получаешь, да? В общем, что сделала мудрая армянская женщина. Я пошла в салон красоты. Уложила волосы. Это я даже книгу начинаю писать. Подгадалка, да. Надела очень красивое платье, села в машину и поехала в Пафос. Это на Кипре. Я же живу на Кипре, да? Ну, Кипр, Москва, Петербург, мы что, сегодня эти места не жили. В общем, я поехала в Пафос. Коменнадо, там есть Пафос и Дерево желаний. Записала там ленточку, чтобы у меня все было хорошо. Забронировала отель. Это где катакомбы первых крестьян, по-моему. Да, да, да. Забронировала отель. И там, значит, написано цель вашего приезда. Ну, мол, в отель. Личная или работа. И внизу ваш комментарий. Я думаю, надо здесь тоже упомянуть самое для себя, что я пишу книгу, поэтому я сегодня приезжала. Ну, я не хотела называть это работой. И вроде как, и не совсем прям личная, да? В общем, я выбрала отель, я забронила, я приехала. И они спрашивают, завтра вам нужно в номер? Я говорю, нет, нет, пожалуйста, беспокойтесь, я буду писать книгу. В общем, зашла в номер и села и стала писать книгу. Прям вот на одном дыхании. Я не хочу сказать, что я за один день написала, но начала я ее там. А потом в путешествиях, в поездах, в самолетах, ночами, между детьми, под детьми, такое тоже было. Над детьми тоже такое было. Еще писала, писала, писала. Ну, то есть нет такого, что, например, на часах 10 часов утра я позавтракал, сел к компьютеру, начал работать. Сегодня надо писать то, кто страниц. Это более спонтанно и на ходу. Это меня очень сильно зажимает, а я так не люблю, мне кажется. Мусе так не люблю, да, Дядя? Ну, и, конечно. А пишите больше в телефон? В телефон. Даже, кстати, вот, мне кажется, первые какие-то такие эти я писала в телефон. Ну, потому что я инстаграм-формат. Аргеная, а для кого все-таки вы в первую очередь посоветуете обратить внимание на книгу? Тем, кто хочет вообще зарабатывать деньги, неважно, из какой социальной сети, потому что, открою вам такой маленький секрет, эту книгу точно так же можно применить и для Фейсбука, и для ВКонтакте, для Ютуба, и для Рассула даже в том числе, потому что это некие методы. То есть, если у вас есть желание зарабатывать через социальные сети, будь то ваш бизнес, вы ведете через соцсети, пытаетесь найти там клиентов, либо хотите продвигать чужие бизнес-аккаунты, в таком случае тоже монетизировать свой навык, то это книга для вас. Спасибо. Дорогие друзья, напоминаю, что, как всегда, у вас есть возможность сегодня пообщаться с автором напрямую, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки, как только появляются вопросы, обязательно подойдет офсенскому телефону. Мы не подготовились сейчас на случайном видео в Инстаграме, что вы будете в Санкт-Петербурге. Хотела бы подарить вам эти препятствия пеночки, чтобы они понимали настроение. Спасибо большое. Это приятный у вас автограф. Если можно... Да, мы автограф-сессию сделаем. Спасибо. Да, как пидают? Спасибо вам, Ангарожа. Это мои любимые цветы пенок. Мои тоже. Наши. Говорят они про благородство, про богатство. Что-то там с семейным счастьем тоже. Да, тревожное. Значит, я не предоставила, как к нашей встрече, но у меня такой вопрос, значит, по... По инстаграму, да? Да. Допустим, если все применять в течение 21 дня, вот все делать по инструкции, я только начала читать вашу книжку, да, насколько быстро будет развиваться инстаграм, как вы думаете, если делать все... Сам инстаграм или ваш аккаунт? Да, аккаунт. Да, вот мой аккаунт. Вот у меня прям девочки есть несколько... Кстати, если я сказать, допустим, вот до вашего курса было вот так, ну, Ленилову, я ее клиентка, да, являюсь, тащусь от ее инстаграма, вот, и насколько как бы быстро вот этот процесс роста? Процесс роста всегда зависит от нас самих, в первую очередь, да, то есть на какой у вас стенд. Если у вас стенд такой спокойный, то и в инстаграме это будет реализовано спокойно. Если же вы прям такая взялась и пошла делать, 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 то результат, конечно, будет. Здесь, еще раз, все зависит от вашего количества и качества этих действий. За качество отвечает эта книга. За количество отвечаете вы. Ну, и раз вы мне подарили подарок, я тоже хочу подарить вам подарок. У меня сегодня специально для тех, кто здесь, в Гвагеде. У нас сейчас стоимость курса 14 тысяч рублей. Курс инсташколы, курс инстангел. И мы решили сегодня для петербуржцев, моих любимых, я же здесь прожила 6 лет, подарить вам большую скидку и стоимость курса всего 10 тысяч рублей вместо 14 тысяч рублей. И я прям ссылочку специально поставила в шарфу своего профиля в аккаунте Арпинайпро. Вот, вы можете перейти, нажать на кнопочку предоплата, предоплата там вообще одна тысяча рублей, и застолбить за собой в течение двух дней, заморозить за собой эту стоимость и оплатить, когда вам будет удобно. Я надеюсь, вам такие подарки тоже приятны. И готова ответить еще раз. Спасибо, еще вопросы, дорогие друзья. А как найти, если зарабатывать хочется через инстаграм, а как найти инстангела, вот чтобы он, как у вас это называется, что не самим это все делать, как проверить квалификацию. Очень, да, очень классный вопрос. Как его зовут? Наташа. Наташа, очень приятно. Смотрите, инстангел, это человек, это мой выпускник курса инстангел, который окончил этот курс, и основная его цель, это сделать так, чтобы у вас появились продажи. Найти инстангела можно тремя путями. Путь номер один, это сделать у себя пост в инстаграме о том, что вам нужен человек, который будет продвигать ваш аккаунт. Я в первую очередь всегда рекомендую начать с этого пути. Почему? Потому что у вас уже есть некие фанаты, ваши любимые подписчики, которые могут сделать что-то для вас, да? И они, возможно, согласятся. Точнее, они, скорее всего, найдутся кто-то там, кто будет что-то делать. Путь номер два, это зайти в аккаунт angel.arpina.pro и там в подписках, не в подписчиках, а в подписках, выбрать инстангел в соответствии с теми мини-сайтами, которые там представлены. Здесь, опять-таки, смотрите на то, что вам важно. Кому-то важна оплата, чтобы инстангел посел, например, до 15 тысяч рублей. Кому-то важна геолокация. Возможно, вам нужен инстангел в петербурге. И путь номер три, такой самый продающий путь, я его созываю, это заказать у нас подбор инстангела, и мы вам подберем под ваши пожелания, под те критерии, которые для вас важны, вашего инстангела. И он уже будет делать то, что вам важно. Например, если вам нужно, чтобы он писал тексты, то он будет писать только тексты. Если вам важно, чтобы он вам делал продажи, то он, соответственно, будет делать вам продажи, потому что вы ему выставили определенные показатели. В конце месяца должно быть только по продаже. Что такое хороший инстангел, что такое плохой инстангел? Я так понимаю, этот вопрос вас тоже интересует. Хороший инстангел, это человек, который сам выстраивает свою работу. плохой инстангел, который говорит, расскажи, что мне делать. То есть вы приходите к инстангелу, или вы нанимаете к себе инстангела и говорите ему, у меня есть аккаунт, скажи мне, что делать. И расслабляетесь, и ждете, что он вам скажет. Вот вы можете у нас либо подбор заказать, либо у себя пост сделать, возможно, найдете, либо, собственно, вангл.мн.п. Подбор стоит 4 тысячи рублей, и мы выдаем трех инстангел. И бюджет, вы же считаете, да? Да, мы тоже просчитаем вангл.бюджет, скажем, мол, это адекватная стоимость, это неадекватная стоимость. Сейчас очень многие, практически все инстангел у нас тут устроены, ну, 70% инстангел после курса трудоустраиваются. Но я всегда рекомендую, ребят, пройти самим тоже в курсе инстангел для того, чтобы разговаривать на одном языке с инстангелом. Это как представьте, что у вас няня есть, и она разговаривает на английском, а вы вообще не знаете английский. Неприятно, осадочка остается, правда? Но если знать либо базовые слова, то есть какие-то базовые термины, то вам проще будет. Заходи, пожалуйста, Настя. Так, Ня, расскажите, пожалуйста, как вы сами набирались мудрости и знаний в Инстаграме, или, насколько говорится, метод проб и ошибок все сама. Пусть мой был тернистый, скажу честно, и этот путь весь есть в моем Инстаграме. Все сама, потому что не было было списать, потому что не было тогда никаких школ по продвижению продажа в Инстаграме. Она основала первую онлайн-школу по продвижению продажа в Инстаграме. Первая вывела эту формулу, первая стала говорить, как что написать, где поставить запятую, где с абзаца начать. И на практике я продавала дома вкуснее, продавала слиперсы, вязаные тапочки, тоже питерская компания. Продаю квартиры сейчас на Кипре. И, собственно, таким вот образом, плюс мои выпускники и мои консультации, которые в том числе поддерживают меня в тонусе как эксперта, а эксперт от слова экспертус опыт. Спасибо большое. Я созрела вопрос. Скажите, а есть, допустим, какие-нибудь, может быть, три вещи, которые бы вы рекомендовали вообще никогда не делать в Инстаграме? Может быть, на вашем опыте не делать ошибки или, может, у вас есть свой опыт, что вы, ну, вы же, я там, со своих проф, там, сами это разговаривали, что вы, то есть, может быть, допустим, никогда это не будет делать, потому что это, ну, просто провал для Инстаграма. Для своего профиля или, там, ну, для развития, знаешь. Я скажу так, что никогда не осуждать у себя в части контента кого-то, потому что, как говорится, ты бросил кого-то в грязь, а грязь осталась у тебя на руках. Это непрофессионально. Я против хамства в комментариях, потому что тут другое вообще такой раздел общения между клиентами, вообще между подписчиками, то есть, не надо так делать, не надо хамить. Очень многие сейчас хамят, хайпят, называемые свои именами. Обычно думают, что это экологично. Я всегда за экологичное общение, за экологичные продажи. И третье, не надо, знаете, еще чего делать? Не надо притворяться, потому что вот это вот, когда человек не такой, какой он есть в инстаграме, это не состыковывается с тем, что есть в офлайне, очень сильно отталкивает, на мой взгляд. И когда вы играете некую роль, во-первых, вы сами устанете в какой-то момент играть какую-то роль, это эмоциональное, это проэмоциональное выгорание, а во-вторых, меньше доверия к вам будет, потому что я лично знаю еще многих, которые в инстаграме играют некую роль, а в офлайне они совершенно не такие, и им сложно. Им сложно, и еще и сложнее их подписчикам, которые вдруг увидели их в жизни. Вот такой вот. Будьте с собой. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Да, это вам. Да, здесь мужчин немного, да, мне как-то с одной стороны приятно, в то же время я волнуюсь, я случайно познакомился с вами завсегда до двух воеда, но вот сегодня такая презентация, я, например, откликнулся. А, Пинем, но вот все-таки у меня, знаете, какой вопрос, знаете, вот есть такие книжки, как за 21 день стать Шварценеггером, как за 21 день стать Рокфеллером, это исходило из того, что многие тренинги затачиваются под некие универсальные стандарты, что люди буквально все одинаковые. мы уже очень разные. Вот как вы считаете, что 21 день, который был продуктивный для вас, для всех это универсальная технология, или есть какие-то, что называется, пределы применимости, поправки? Еще раз говорю, что все мы уникальны. инстаграмы. Абсолютно верно. А как вас зовут? Очень приятно. Я скажу так, что есть базовые вещи, и они применимы для всех. Это я сейчас именно про инстаграм. Есть базовый ваш ник в инстаграме, и не важно, насколько вы уникальны, насколько я уникальна, насколько мы между собой уникальны в плане различий. Есть базовые вещи, и есть индивидуальные вещи. И вот когда идет блок про продажи в книге, там как раз об этом я и пишу, что продавать нужно в первую очередь как будто по себя. И наша уникальность, нас всех здесь отличает наши лица. Это самая первая и самая важная наша уникальность. И собственно продавать нужно через себя. И в том контексте, в котором комфортно нам. я знаю людей, которые продают публикуя фото. Я знаю людей, которые продают публикуя видео. То есть книга дает возможности выбора основывая на своей уникальности. Но при этом оставляю за собой право ставить некие важные константы, которые важны в любом случае, независимо от того, сколько вам лет, чем вы занимаетесь и как давно вы в инстаграме. И вообще всегда за уникальность. Я не люблю массовое потребление, всего и вся. Более того, у нас курс он дизайн, вообще спецмаркетинг в том числе, он под разные психотипы в том числе. И это в том числе про уникальность каждого человека. Потому что каждому из нас важно что-то свое. Это кайфуют от того, что они популярны и им не важно сколько это приносит денег. А есть те, которые не важно сколько у них подписчиков, важно сходить у них денег. И вот собственно методика продаж в этой книге она уже ближе к концу будет продавать. Она в том числе основана на том, что мы все разные, у уникальные и у каждого свой вариант продаж. Спасибо большое. Очевидно, что сейчас социальные сети и вообще современные технологии развиваются семимильными шагами. То, что казалось невозможным еще 10 лет назад, уже потихоньку уходим в прошлое, нет ли опасений того, что те самые универсальные советы, которые были сумулированы вами на вашем пути с 2013 допустим по 2019 год, они достаточно быстро потеряют актуальность просто в силу изменений технологий и самой социальной сети. Еще раз, есть базовые вещи, а есть то, что нужно обновлять. И как раз за обновлением мы всегда приходим на курс. Потому что опять-таки на курсе это не просто видеоуроки, это еще и вебинары. И собственно на вебинарах я рассказываю что новое. То есть на вебинарах мы всегда рассматриваем таргетинг, мы всегда рассматриваем IGTV, прямые эфиры, как что поменять. Сейчас появилась возможность покупать прямо в самом инстаграме. Когда я записывала курс, этого не было. Соответственно на вебинарах мы об этом рассказываем. Получается, что есть вещи, которые неизменны и слава богу, потому что очень сложно постоянно-постоянно менять записанные видеоуроки. Когда был как-то случай, я прилетела в Москву с Кипром и сняла видеоуроки. Интерфейс был показан, на этих видеоуроках все записали, я прилетаю обратно в Кипр и господин Цукерберг на следующий день меняет весь интерфейс инстаграма. Естественно все мои видеоуроки просто как бы ни о чем. И что вы думаете? Естественно Арпене покупает заново билеты и летит снова в Москву и снимает заново видеоуроки. То есть это вот очень неприятно, если честно, ситуация и с финансовой и с эмоциональной точки зрения. Но публиковать вот это, продавать старую информацию это неправильно на инстаграме. Спасибо большое. Дорогие друзья, еще у кого вопросы появились просто не стесняйтесь. Пожалуйста. Арпене, смотрите, вы начинали с 12-й заново, да? Да. Вот тогда понятно, можно было очень быстро развиться, сейчас несколько ситуация другая и конкуренция соответственно намного намного выше. Вот из вашей практики, из практики ваших учеников насколько сейчас до доходят нуля от базовых знаний до дохода какого-то ну уже более-менее приличного. Если раньше можно было привет, Равен, здесь тоже выпускница наша. Если раньше можно было действительно за два месяца набрать и сделать продаж с минимальным бюджетом, минимально я говорю 5000 рублей бюджет был, сейчас заходить на территорию инстаграма с 5000 рублей и рассчитывать на то, что ты сделаешь столько же продаж сколько это было в 2012 и в 2014 это как бы миф такого не было. Я имею в виду вообще в принципе заложить на рекламу мне взяли тогда еще не было таргета в 2012 покупать рекламу блогеров делать бартер то есть я тебе товары на 5000 рублей ты променять пост сейчас же скорость вашего развития в том числе зависит от ваших бюджетов то есть ваш бюджет который вы закладываете в рекламу потому что я знаю гигантов которые входят на площадку в инстаграм с миллионными бюджетами это тот же самый Барнягин это та же самая Блиновская то есть есть люди которые заходят в инстаграм они везде мелькают да естественно они же бесплатно мелькают это масштабно для обычного пользования достаточно до 100 тысяч рублей для того чтобы заканчать но это все-таки тоже для начинающего человека а давайте не будем путать предпринимателя и человека который хочет заниматься хобби все-таки есть разные такие отличия между творчеством и бизнесом понятно давайте говорить о бизнесе давайте говорить о бизнесе я готов положить 100 тысяч чисто в рекламу инстаграма а я не только сейчас только про рекламу в инстаграме вам для нашего инстаграма нужно будет фотоконтент это 1015 на фотосесс на образ вам нужно будет либо чтобы вы сами писали либо чтобы за вас кто-то писал чаще с вами если сами пишут тогда окей тогда мы сэкономим соответственно эти деньги можем потратить на какой-нибудь гивэвэй минимальные гивэвэи сейчас в среднем стоят хорошего качества гивэвэя от 35 тысяч рублей вот вам еще стоимость но давайте мы не будем фокусироваться на расходах этого тоже не только предпринимателей я верю в таргет я не могу сказать что я сильно верю в таргет потому что у нас нет культуры у нас нет культуры восприятия таргетированной рекламы которая внезапно появилась в нашей ленте и мне есть с чем сравнить живя на Кипре я вижу как люди реагируют на внезапную рекламу я вижу как в России реагируют на внезапную рекламу то есть у нас здесь немного агрессивнее то есть что вы ворвались в мою ленту в Европе это больше о май гад они радуются тому что мы им чем-то помогли это это немножечко про культуру восприятия но сравнивая что было два года назад или год назад и сейчас конечно это намного лучше стал таргет да действительно таргетированная реклама сейчас работает в том числе но рекламу блогеров никто не отменял потому что сила влияния популярного человека на российский менталитет и на китайский менталитет в том числе потому что я дружу с очень известной хозяйкой рекламного агентства в Китае которая сотрудничает с AirBnP со Starbucks с McDonald's она говорит те рекламные кампании которые мы запускаем с блогерами не сравняться никогда с теми рекламными кампаниями которые мы запускаем через StarBnP просто потому что азиатский менталитет и российский менталитет они похожи чем-то а вот американский и такой более европейский они немножко другие и это кстати тоже про американские но как договоритесь кому-то можно кафтерам договориться кому-то за деньги то есть тут уж вы из-за того как вы договоритесь с блогером спасибо и вам большое спасибо дорогие друзья еще вопросы пожалуйста у кого появились с альбина добрый вечер но первое хотелось бы сказать вам огромное спасибо что вы приедете в Питер если бы мне кто-то месяц назад сказал что я вас увижу сегодня живьем я бы честно не поверила потому что да спасибо за все уроки за все прямые эфиры в общем служу за вами очень давно надеюсь что когда нибудь в самое ближайшее время я наконец-то доберусь до курса я предлагаю сейчас Алина это знак я хотела спросить вот такой вопрос если пройдя например курс инстангела на перспективу возможно ли ну и в принципе практикуется ли что инстангел ведет ну например не один а несколько аккаунтов как в принципе выстраивается работа между клиентом инстангел то есть это идет какая-то онлайн взаимосвязь или на какой-то другой уровень у меня есть инстангел которые ведут сразу пять аккаунтов и зарабатывают где-то наверное 150 тысяч рублей в месяц причем у меня есть инстангел Галина которая плохо не мая и она работает инстангел то есть насколько есть девочка которая инвалид она на инвалидной коляске и это тоже про некое желание согласна делать работать и не оставаться в позиции жертвы по-своему вещества они как раз таки девочки они сразу берут несколько аккаунтов занимаются продвижением стратегией контентом и так далее я рекомендую брать не брать сразу 5 аккаунтов потому что это уже уровень некий уже взять 5 аккаунтов я в свое время всегда брала 2-3 аккаунта даже когда сама была так назовем инстангел это было самое комфортное существование в среднем продвигая один аккаунт вы можете зарабатывать 20-30 тысяч рублей соответственно 3 аккаунта это до 100 тысяч рублей и это удаленная работа то есть вы находитесь например здесь я нахожусь на Кипре вы работаете у меня инстангел мы удаленно общаемся благо есть социальные сети где мы можем друг другу писать ставить задачи определенных приложений вот таким образом устраивается работа однако есть те работодатели которым важны инстангел в офлайне вот буквально недавно у нас в чате выпускников у нас здесь отдельный чат выпускников когда собираются все наборы и там вот мы кидаем и объявления и поддерживаем друг друга и какие-то новые сервисы добавляем в том числе туда буквально недавно искали в Москве есть торговый центр метрополис и искали для этого торгового центра сммщика инстангела и там нужна работа в офисе но в основном это удалено нам тоже контент занимаются да книга супер прочитала за видео ну я жду на курсе спасибо верю в тебя спасибо еще вопросы пожалуйста дорогие друзья у кого поединить у меня такой вопрос хотелось бы узнать про тренинг звездных учеников очень много очень много на самом деле как ты строишь с ними взаимоотношения в дальнейшем там миллионники же есть я даже знала да есть звездные я то что как раз рассказывала тебя не было чуть-чуть я скажу так строить отношения это не про меня а любить и дружить это про меня и скажу так еще что есть люди которые схожи с ценностями и вот люди с одинаковыми ценностями нам не надо ни строить отношения ни звонить друг другу постоянно ни написать друг другу мы просто есть и мы знаем что мы есть у друг друга в поле и мы общаемся мы поддерживаем друг друга мы летаем друг к другу я была на Бали у Алиси в связке Аня была на Кипре ко мне придала вот мы в Сочи я тоже была туда придала Мила Колку допускница наша девочки из которых прилетают на Кипр и пишут мне я на Кипре давай встретимся мы встречаемся за винишком то есть это вот все про какие-то такие моменты где я не ставлю перед собой цель держаться за миллионника ибо он миллионник то есть у меня другие ценности я не по подписчикам сижу не по количеству этих подписчиков а по отношениям спасибо 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 большое еще вопросы пожалуйста дорогие друзья а давайте я вам вопросы задам не знаю возможности давайте а зачем занимается у кого услуги у кого продукт давайте я расскажу массажисты у вас услуги у вас есть аккаунт в инстаграме у вас там город указан в первой строке я как раз на вебинаре недавно пошла да, молодцы удачи вам успеха спасибо ну я вообще пытаюсь вести две деятельности параллельно очень сложно мне кажется согласна особенно для женщин сфокусироваться поэтому я думаю да, что придя в школу я наконец-то замерился нет, ну вообще основной профиль в принципе это реклама я возглавляю целый отдел в крупном холдинге агропромышленном то есть не в причине ни один человек в принципе да, это очень такая курс будет большой школой большой практикой и хобби и грубо говоря как топ с аромат так и эта фотография но очень сложно да, очень сложно вести параллель две вещи потому что работа занимается силой я вам поделюсь с вами очень классной практикой как выбрать очень крутая практика пишите на бумаге вот одно например инстантно и пишите на бумаге руководитель пиар-отдела алгора вот это всё модное пишите на бумаге вот это же переворачиваете бумажки мешайте, мешайте, мешайте ставите на пол и встаёте сначала на одну просто телом чувствуете что он откликается откликается ли вообще и второе откликается ли нет вот вы просто откройте и увидите спасибо Буквально Настя, да? Настя здесь? Настя, 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 где она? Была же здесь только что. А, вот она, да. Вот буквально вчера, да, у нас позавчера была, был семинар у меня, был семинар по балансу, Настя тоже там была, и девочки делали эту практику очень. А, вот она, моя красавица, привет. Было, скажи. Работает, как ты хочешь? Вот, очень классно. Работает, когда работаешь. Работает, когда работаешь. Работает, когда работаешь. Вот просто разные. Да, абсолютно. Есть, все-таки, вариант, если есть два бизнеса? Сейчас, подождите, я к микрофону подаду. Есть вариант сделать два бизнеса? Нет, вы говорите, нужно выбрать, да, если, допустим, и один бизнес, и второй бизнес, в принципе, все. Мне, допустим... Мне кажется, здесь, знаешь, что сложно быть на удаленке, точнее, быть, как бы, иметь свой бизнес и еще на кого-то работать. Вот это вот сложно. Потому что очень важна ценность. Либо я хочу служить кому-то... Нет, а если у тебя своих два? Ну, хоть пять-десять. У меня, например, три проекта. Их проблема очень счастлива. У меня ювелирный магазин, да? Да. Ой, у нас ювелирная мастерская. Вы не знали. У меня есть как-то ломбард, да? И еще у меня свой личный аккаунт, где я в стране онлайн вместе с другими ребятами. Прекрасно. Используешь свой личный бренд. Да. Даже, знаете, в своем личном бренде я бы больше даже могу разобраться, нежели в золотом. Правильно, потому что всегда мы знаем лучше всего. Да? Но нет инстаграма для второго вида? Возможно. И сфокусироваться на личном. Буду говорить. Всегда помочь. Спасибо большое, дорогие друзья. Совсем немного времени у нас остается до начала автогляр-сессии. Есть возможность еще взять несколько вопросов. У меня скорее не вопрос, скорее благодарность. Я была на курсе у вас. Спасибо большое. Я была когда-то на вебинаре и после вебинара сразу купила как раз про вопрос с общими ценностями. Я там так, вот тут твой человек, вот сюда можно идти, да. Поэтому хотела сказать огромное спасибо за курс. Действительно, те, кто думает, это то, что нужно. Когда ты получаешь инструкцию, не только такую сухую, как из учебника. Вот сюда продавай, сюда ходи, сюда не ходи. А когда ты получаешь какие-то фишки, плюс ты знаешь, что у человека есть свой бизнес. Ты можешь зайти и глянуть. Ага, вебинаре реально это делает то, о чем она говорит или нет. Да. И ты видишь, как это работает. Так что, хотела сказать спасибо. Я благодарю. Мне очень приятно. Обратная связь, она всегда поддерживает. Согласна? Конечно. Спасибо большое. Артена, в конце встречи не могу не задать вопросов. Сегодня уже говорили о том, что точно не делать в Инстаграм. Но какие-то, понятно, что ситуация очень индивидуальная. И понятно, что рекомендаций много, а в этом целая книга. Но какие-то базовые вещи, которые определенно делать как раз нужно, и на которые обращать внимание нужно всем без исключения, кто занимается бизнесом в Инстаграме. Да. Выходить в прямые эфиры. Я знаю, это сложно для многих. Перебороть свой внутренний страх. Очень многих страх, что я выйду в прямой эфир, никто не придет. Я выйду в прямой эфир, а вдруг будет плохой вопрос. Эти все страхи мы тоже, в том числе, развеиваем и толкаем, я уже сказала, подготовленных таких. Правда? Да. Людей, учеников к прямым эфирам. Почему? Потому что прямой эфир – это про вас настоящую, про вас настоящий волк. И вот это ваша энергетика. Вы не сможете там играть какую-то роль. И люди это почувствуют, что вы роль такая. И самое главное, вот вам такой маленький совет. Если это ваш первый прямой эфир, выйдите в прямой эфир и скажите, это мой первый прямой эфир. Пожалуйста, поддержите меня. И вы не представляете, какие люди вокруг добрые. И они будут вас поддерживать. Просто очень часто нам мешает наша гордыня и наш перфекционизм. Потому что мы все хотим идеально. И чтобы все знали, что это наш прямой эфир. Но мы не будем молиться, что это был первый прямой эфир. И что мы волнуемся. Будьте в прямых эфирах. Пробегайте свои аккаунты. Потому что вы можете быть бесконечно крутым массажистом. Вы можете быть бесконечно крутым ювелиром. Но если про вас никто не знает, а вы это не транслируете, чтобы о вас это знал, то у вас не будет продаж, скорее всего. Ну и третий совет. Шо уж там. Приходите в инста-школу. И на курс инстаграм. 4 недели обучения с обратной связью. Книга она у вас есть, но обратную связь она сложно дает. А в наше время, мне кажется, самое важное, это именно обратная связь и та энергетика, которая есть у всей нашей команды. Спасибо вам. А инстаграм для подростков. Как это вы говорили? Что мы хотим сделать курс для подростков? Знаете, я скажу так. У меня дети же 8 и 9 лет. Мне кажется, они мне сейчас создадут контент для этого курса. И это будет очень практичный курс, очень применимый. И мы думаем о том, чтобы подростков как-то забрать. Мне все говорят, что нужно сделать инстаграм моим девочкам. Поэтому я думаю, что через инстаграм этих детей, в том числе, я расскажу и про курс. Это действительно очень классно. Кстати, у нас есть инстангелы, к слову, которые, мальчик 16 лет, ему это не совсем подросток, но тем не менее, да, 16 лет еще несовершеннолетний. И одному 19 лет парень. И они у нас вот прям очень классно отучились на курсе. Так что вот инстангел 12 плюс. Серьезно, инстангел это про 12 плюс. Конечно, у нас очень много мужчин. Спасибо вам огромное, что нашли время, что пришли к нам сегодня. Аплодисменты нашей сюрпризе. Дорогие друзья, как обычно, в конце нашей встречи мы переходим к автограф-сессии. В порядке живой очереди, по одному, через проход, у вас есть возможность подняться на сцену, ТТН, записать ваши комплект-книги в уанной. Спасибо вам большое. Сейчас у нас будет автограф-сессия. А, машина. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Теперь по одному за автографом. Женя. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Я прочитала действительно очень. Я по ней работаю. Спасибо. Получается? Есть результат? Да. Есть такой результат. Сейчас я говорю рекламу блогеров. Как вам достанешь? Да. А мы как с книжкой, да? Спасибо вам большое. Спасибо вам, Женечка. Это немножко. Спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо. Мне вашу книгу заказала, чтобы вы купили предзаказы. Месяц в талантюбре. Месяц в талантюбре. Спасибо. Да, вот чувствуется, что вы все-таки про любовь. Спасибо. А как вас зовут? Юлия. Юлия. Угу. А вот мне просто неудобно, что вы стоите, а я... Нет, а давай я еще встану. А, давай я еще встану. А, давай. Давайте. Вот чувствую себя. Да, все. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Участливо. Я купила. Да, я буду стоя. У меня даже уже. У меня тоже стоя. Очень хорошо встанет. Какая у вас мечта, Юль? Какая у вас мечта? Кстати, я сейчас вот хочу стать со мной специалистом, и вот в букваеде пару дней назад нашла вот эту вот книгу, и я даже себе загрязнула, и потом вчера уже случайно ночью увидела выписку о том, что у вас сегодня будет презентация, и все, я пришла, я думала, надо. Сумер, тебе. Спасибо большое. Спасибо, Анечка. Наталья. Наталья или я? Наталья. Сейчас мягким знакомым. Какая у вас мечта? Мечта ленива жить на Кипре, пустить вину и встречать гостей-туристов, и размещать в своем доходном доме. Для этого надо папу трудоустроить. Вот вам. Пока. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. А у вас какая мечта? Кстати, вы первая автор, которая подписывается у меня. Вы можете встретить 100 тысяч подписчиков? Конечно. У меня, знаете, какая лёгкая рука? Всё, не начну, спасибо большое, спасибо вам, Кирилл. О, как приятно, спасибо, Кирилл. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада с вами познакомиться. Лично. Так, давай, какая мечта? Баланс. А имя? Как тебя зря? Юлия. Жизнь в балансе – это про что? Про баланс, про жизнь во всех сферах жизни. Где, на Кипре? Где, в России. Какой главный вопрос? Здравствуйте. 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 Меня зовут Кира. Кира, я знаю. Сегодня я стартанула, но вы можете еще, потому что у нас первая неделя техническая. Ждем. Там по предоплате можно для тех, кто был на буквоеде. Ссылочка у меня в шапке профиля Artina Pro. Начну я перебраться на Кипр и выйти просто замуж по любви. Кира. Да. Нужно на Киеве. А может и на девичник на такие? Нужно. Не знаю, в этот сезон можно успею, но в следующую. Еще какие девушки на Кирилле? В Ереване уже. Может и в Ереване? В октябре. Может за Арменина надо брать? Можно, да. Кстати, они с ними были. И восток у меня. Восток дело тонкое. Можно фотографии, я специально делала столько, чтобы... А ты не нужна, да? Лера, ты а нас так? Да, да. Да, да. Может я очень? Это разные ракурсы на. Так, сейчас попросим к команде сфоткопа. Вот, Виктор может нас приносит. Да, давайте. Да, конечно. Мне кажется, у нас это хорошо. Ой. Нет, нет, нет. Спасибо. Спасибо вам. Увидимся. В этом Сокириле, нет? Да. Инстанцию я уже спокойно. Всё. Всё, всё, здесь. А там нет. Всё. Благодарю. Да, Вами, дорогая. Очень рад с Вами познакомиться. Действительно, всё не случайно. И приходите ещё в аптеку Перя, где башни с грифонами. Вы знаете? Да. Да, да, да. Я там не во втором составе работаю, тоже вожу искусство. Я вообще такой профессиональный петербург. Ага, вы мне напишите, я же сюда часто. Ага, хорошо. А как вас мечтали? Любить и быть любимым, любящие даже еще, счастливее. Очень много путешествовать, и в итоге, как и Бог, получаю еще и психологическое образование института психоанализа, и в итоге умереть богатым, известным психоаналитиком. Пока я еще прохожу свою собственную анализ. А вы, случайно, Финдиктати с Артуром Бородиевым не работаете? Нет. Самостоятельно, да? Там тоже такие вещи очень будут. Да. Туда тоже подъезжают. Замечательно, очень рад, мы будем туда скоро спрашивать. Давай. Да, хорошо. Да? А, давайте. 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 Сейчас. Ну, что там у нас. Получилось оплатить курс? Сейчас, молодцы, сегодня. Сейчас мы встали. Балай. Алина. Да. В общем, жду. Девушки отдыхают. И смените вообще оплату. Сам англ. Исполняй. Хочешь? Хочешь? Хорошо? Удиви меня. И наоборот Спасибо Удачи всем Здравствуйте Здравствуйте Ой, как приятно Можно написать о вас статью Прекрасно Вы можете напишите свою электронную почту Я бы вам написал Очень по-деловому А как вас зовут? Павел Это очень ценно Вот, давайте Спасибо Будем дружить Собачка-рвиноточка Наконец-то в живой Так, ну давай, что мечтаем Много всего Путешествовать хочу Инстаграм большой хочу Пожалуйста Татьяна Путешествовать Да Как у нас с любовью Хорошо Ну ее мало, много никогда не бывает Можно Расти Путешествовать Много-много Много-много Много-много-много А ты мне уже водка Ну ее добавят Сейчас А ты мне уже водка Ну ее добавят Сейчас Я? Да Я? Я? Да Я? Да Да Все? Спасибо 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 Итfen Давайте истребу на этапе Дети …. Нет Много-много фоток. Фотографируйте, начинайте. А море? А Кипр? У тебя такие близкие мечты. У нас тут незапланированная каташка. Не обязательно. Спасибо. 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 В море. Поток. Показывала в ручке. Синоним. Синоним. синий. Синоним. 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 А Армения 50% скидка. Синоним. Синоним. Все мы братья для себя, скажи, конечно, может, мы тоже начнём. Будем рано ещё видеть. Задание выполнено. Настя, дядя... Слушай, мне нравится, что вы просто так часто идёте сюда за 5 дня. Не на разъехать. Одна мне, вторая собака решила почитать. Да ты что? Надо ввести свой Инстаграм, да. И теперь... Надо забыть? Да, надо забыть. Не надо какую-то поставить. Как у тебя дела? Всё хорошо? Да. Энергия прёт. Тебе обе? Нет, одна, вторая манит. Это тебе, да? Да, это мне. Может, иди. Может, иди? Ну не делай ничего. Ну не делай ничего. Таня, мне надо, кстати, отдать переходник, адаптер. Это тоже, что у нас была пауэрбанка. Молодычица. Молодычица. Да, да, да. Молодычица. 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 Спасибо. 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 Даже спасибо. Давай. Ждем тебя. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Как дела? Как дела? Прекрасно. Я смотрю. Это же волшебное состояние. Катя, что ты хочешь? О чем ты мечтаешь? Я хочу заниматься и зарабатывать деньги. Так что? Получить удовольствие от работы. Я надеюсь, что все свершится и я начну этим заниматься. Все в цене. Можно попросить? Можно попросить? Нет. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Для вас книжка подписана? Подпишите, да, Елена? Очень приятно. О чем вы мечтаете? Я вас не знала, первый раз видела, ну что-то зацепила, почитаем вас. Хорошо, читайте, меня она. Мечтаете? На самом деле больше времени смогут мне проводить, а не сидеть на работе. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.